Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшой такой выпуск про грунт в прикормке. По многочисленным просьбам люди задают вопросы, спрашивают. Мне как бы тяжеловато, честно говоря, вот так с нуля, как в виде статьи, что называется, рассказывать, да? Мне проще отвечать на вопросы. Поэтому я вот сейчас в двух словах буквально голопом по Европам, что называется, пробегусь по вершинкам, по верхам, да? Вот этой темы. У меня просьба к вам, пишите вопросы в комментариях под видео. И потом, недельки через две после выхода этого видео, я наберу эти вопросы, себе распечатаю их, да? И сниму второе видео уже по конкретным вопросам, да, вашим. И конкретно на каждый вопрос уже отвечу, да, от каждого человека. Ну, значит, пока не будем разделять поплавочную ловлю, фидерную ловлю, по большому счёту. Просто скажу про грунты в целом, которые используются, использую я, скажем так, да? Я сразу могу сказать такую вещь, что информации по грунтам достаточно много, но она очень не структурирована по многому, да? И выглядит, в общем-то, в виде в гипезии. Потому что, ну, 50% из этого оно неприменимо в практике абсолютно. Вот, а вот из вторых 50% это просто наброс на какой-то там информации, не знаю, вот, откуда это взято, да, хаотично. Если применять без головы, да, бездумно брать это всё, да, и вот ловить и так мешаться, то можно натворить, ну, скажем так, остаться без улова вообще. Ну, и разочароваться в грунтах. Что хочу сказать. Грунты в целом для меня, то есть, это крайне важный момент, это сложный момент в прикармливании. Для меня грунты и вообще прикормка с грунтами является одной из сложных. Не значит, что я это не знаю, то есть, я в этом разобрался. Но разобрался на собственных примерах. Теперь я, в общем-то, имею свою базу, своё мнение по каждой там позиции грунтов. У меня есть на каждые условия понимание того, как надо мешаться, с какими грунтами и тому подобное, да, и какой грунт, с какой смесью именно хорошо взаимодействует. Значит, начнём, наверное, с основных тех, которые именно применяются в рыбалке. Это глина речная, это суглинок. Ну, глина, это самый тяжёлый, в общем-то, грунт. Назначение его, это, в общем-то, по большому счёту, утяжеление, склеивание. Ну, я вот сейчас скажу, да, про виды те, что я применяю, а дальше чуть по отдельности уже по каждой позиции, что называется. Значит, суглинок, это, в общем-то, такая лёгкая глина, да, либо глина с содержанием песка в каких-то пропорциях. То есть, она бывает лёгкий суглинок, бывает тяжёлый, где уже практически до глины доходит, бывает средний и так далее. Применяется мной, я применяю и то, и то, да. Следующий вариант, это такая, можно сказать, земля с поля, полевая земля, кротовина. Почему? Потому, то есть, этот момент условный, потому что та же кротовина, где роет крот, она бывает разная. Она может, крот может и в суглинке рыться. Поэтому, скажем так, я вот в данной обзоре, да, применяю слово кротовина, либо полевой грунт, как грунт лёгкий. Как грунт чёрный, как грунт пушистый, лёгкий, который, в общем-то, служит хорошо для доставки кормового мотыля, для мути, той же самой, да. Следующий вид грунта, это песок. Я его практически не применяю. Ещё грунты, это, ну, даже не грунты, это уже, можно сказать, некоторые применяют камни, щебень какой-то там, ещё какой-то мел. Мелкие, да, вот это как в аквариум засыпают. Но для того, чтобы половить на течение. Я пробовал много раз этими вещами заниматься, но абсолютно никакого эффекта я от них не получил. Притом, если я говорю сейчас заниматься, я действительно этим занимался и потратил на это достаточно много времени и, соответственно, сил. Вот, потому что, чтобы изучить конкретный грунт, его добавку, его разную концентрацию с той или иной прикормкой, мне приходилось, в общем-то, сувать под воду камеру, да, и смотреть, что там происходит. Это не всегда было с камерой, допустим, тот же канал Москвы, где ходят суда постоянно. Я просто боялся потерять камеру, поэтому там у меня в этом отношении там есть два места, где я специально тоже туда ставил камеру. Вот, но, скажем так, как-то вот опасно единственный момент, да, там было. Вот, в остальных местах, где судоходства нет, как правило, я камерой всегда подводной пользовался. Сначала думал, что это тяжело как-то, муторно очень, потом приноровился и достаточно просто это все было размещать ее. Зато я, в общем-то, прекрасно видел не только работу при кормке, но и как подходит рыба, да, и тому подобное. Вот, ну, это есть, в принципе, в моей так базе, что называется, да. Да, я вот в одном из своих видео показывал талмуты мои, да, работы над разными видами и при кормке, и оснасток, и так далее. Вот, ну, в общем, точно такие же талмуты есть только в видео, в видеофайлах записи тех или иных смесей, как они работают на дне, как рыба подходит, на что она обращает внимание, что выбирает из кормового шара и так далее. Но, смотрите, вот из своего опыта по поводу глины, начнем, да, с глины. Это тяжелый, самый тяжелый грунт, я его применяю, и он часто, именно на течении. Применяю его часто на осенних рыбалках, то есть цель его, цель глины, это утяжелить, для того, чтобы шар разбивался, разрушался достаточно долго, и оттуда постепенно вымывался мотыль, да, либо опарыш, который ошпаренный, как правило, потому что я часто опарыша ошпариваю для того, чтобы он не разрушал очень быстро кормовой шар, раз, а второе, что часто опарыш пугает своей активностью, наоборот, рыбу. Это такое замечено на камеры, на подводных съемках, поэтому я сейчас, скажем так, ножевого опарыша в прикормку я добавляю только по весне, как правило, а лето, и уж тем более осень, это все ошпаренный опарыш, либо конструмированный, то есть это он обрезанный, который я делаю, ну, скажем так, специальными ножницами, обрезаешь его и так далее, то есть для того, чтобы сок выходил, да, и рыба очень хорошо на это дело реагирует. Вот важный момент по поводу доставки компонента, то есть в плане суглинка я уже перехожу, да, когда рыба, скажем так, малоактивна, либо это осень, то необходимо подать животную составляющую, мотыля, опарыш, соответственно, чаще мотыля, именно в живом виде, в удобоваримом, так, чтобы он был подвижен, не полумертвый и так далее, чтобы он привлекал рыбу, как он ведет себя мотыль в естественных условиях. Для того, чтобы его доставить, потому что часто, вот я использую, скажем так, грунты, потому что часто при кормке идут с солью, а соль убивает живность очень быстро, и вы просто не получаете должного эффекта. Важный момент, это клейкость, скажем так, работа с механикой прикормочного шара того же самого, потому что, ну, помимо того, что в верхних слоях воды может быть мелкая рыба что-то подъедать, нужно сделать шар таким, чтобы он разрушался, проходил быстро, да, средние и верхние слои воды и начинал разрушаться именно на дне уже, лежа, да, присутствуя на дне, он должен разрушаться какое-то определенное время. Вот как пример ловля леща на водохранилищах, где я закармливаю специально прикормочный стол смесью, где у меня, ну, допустим, вот берем весна, начало лета, да, смесь, где у меня приблизительно 70 процентов грунта, суглинка и, соответственно, 30 процентов примерно прикормочной смеси. То есть я делаю для ловли на штекер, ну, скажем так, на поплавочную удочку, можно так сказать, с одним поплавком, там, неважно, штекером я ловлю мах, но не суть здесь. Конечно, это здесь есть нюансы, там, узкое пятно, можно было закормить под штекер, да, для маха это нужно чуть больше делать, но не суть важна. Я выстилаю, скажем так, первым вариантом прикормки, то есть первый этап прикормки, это примерно 25 шаров с апельсин размером, на каких-то водоемах в зависимости от глубины, это может быть больше, может быть меньше, от течения, соответственно, да, но 25, примерно 20-30, можно так сказать, шаров с апельсином, с апельсин размером, где, в общем-то, идёт в массе своих грунт, грунт, живность, естественно, и немного прикормки. Нужно это для того, чтобы мы выстилали ковёр, из которого будет длительное-длительное время из грунта выходить мотыль постепенно, то есть рыба, то есть я этим своим закормом добиваюсь удержания рыбы, потому что привлечь рыбу на точку и удерживать её на точку, а далее уже поймать, это три совершенно разных абсолютно вещи. И вы можете привлечь рыбу на точку, но не смочь её удержать, либо привлечь-удержать, но не смочь поймать. Да, то есть над этим нужно работать, над каждым из этих компонентов, и он крайне важен, иначе просто, ну, не получится рыбалка. Поэтому сначала прикормка, и мы привлекаем рыбу, дальше мы что-то делаем для того, чтобы её удержать. Вот я это делаю, сейчас вам рассказываю, что у меня именно такой прикормочный стол создаётся, ковёр выстилаю, да, в который в массе свой грунт для ненасыщения рыбы, но для удержания рыбы, раз, для создания мути, два, потому что когда рыбка проплывает, там кушает, что-то ищет, хвостиком вильнуло, и идёт взвесь такая вверх подымается, и вот эта вкусная, приятная, вкуснощая вещь рыбу очень здорово удерживает на точке. По моим видео видно прекрасно у меня, что стая леща, в общем-то, практически на голом грунте может стоять очень долго, хотя на прикормке она её быстро выедает и уходит, и удержать её невозможно прикормкой. Но грунтом даже практически, да, с 30%, тем более, грунтами я её удерживаю. Вот здесь чуть-чуть отвлекусь. То есть, это осенняя рыбалка, вот маленький секрет я вам выдам, наверное, многие смотрели мои отчёты, видеоотчёты, да, о том, что я плавлю достаточно много рыбы, осенью, когда, в общем-то, ну, большинство рыболов, в общем, с нулём уходят, да, то у меня, в общем-то, летний улов, фактически. Я это добиваюсь путём, все спрашивают, чем я кормлю, кормлю ли? Я кормлю, я кормлю грунтом, чистым грунтом. То есть, я кормлю, ну, это вот чаще фидерные рыбалки, да, ну, поплавочные тоже, но чаще фидерные. Я кормлю чистым грунтом, но нюанс заключается в том, что я его ароматизирую. То есть, у меня грунт с ароматом. И всё, рыба крутится, кушать ей нечего, она муть в этой мути ищет, находит там раз в пять минут какого-то мотылька очередного, который выполз из грунта, да, и он живой, потому что там нет ни соли, ничего, и нет прикорма, который убивает, и я настоящий грудь. Поэтому вот я удерживаю. И, соответственно, моя насадка осенью становится, она небольшой, но очень питательной, энергетической, да, то есть, это насадка, естественно, там, опара, шмотыль или ещё что-то. То есть, она должна быть крупной насадкой, крупнее, чем всё, чтобы рыба её сразу увидела и скушала. Поэтому вот в таком стиле можно ловить её, в общем-то, осенью ничуть не хуже, чем летом. И я вас уверяю, очень далеко даже не все опытные рыболовы это знают, а я учил, ну, в общем, эти вот свои техники давал некоторым людям, которые выигрывали соревнования, могу сказать. Вот, значит, вернёмся чуть к грунтам ещё. Второй момент, да, вот после стола, что я сказал, да, выстилаю стол и далее кладу уже вторую порцию прикормки на него. И здесь уже шарики не с апельсина, а с мандарин размером. А если маленькая глубина, то вообще, возможно, это с грецкий орех до корма идёт какой-то, если это по плавочной ловле, до корм с руки, либо с чашки. Ну, фидерное мы отдельно коснёмся. Если напишите конкретный чёткий вопрос там по фидерной тематике, да, в грунт и фидере, я сниму видео подробное, чтобы уже точечно осветить какую-то вот одну тему, очень глубоко максимально. Вот. И здесь примерно там условно берём пять мандарин, пять шаров с мандарин, которые уже практически без грунта, которые распадаются быстро, относительно быстро, да, для того, чтобы они создали максимальный эффект привлечения. И максимально для того, чтобы рыба подошла, она сразу увидела эту муть, это всё смешивается вместе с мутью от грунта и тому подобное, да, от первой партии, да, от стола с грунтами. Это получается там сладкая, либо такая, ну, там, по вкусу, по запаху, то есть состав, который, в общем-то, и удерживает, да, и в то же время сильно привлекает. Например, вот эти мандаринки, так что называется, да, я часто делаю именно с повышенным лифтингом. Для чего это нужно? Это вот нужно, чтобы убить первого зайца, да, это привлечь, удержать, кормовой стол есть, да, из 30, там, 20-30 апельсинов. А вот как привлечь теперь к рыбу, да, вот привлечь, это работает лифтинг, это работают активные мощные шары с мощной ароматикой, с вкусной прикормкой и с хорошим лифтингом, то есть с поднявающимися частичками. У меня в серии есть такая прикормка, называется гейзер, которые я, в общем-то, тоже мы сделали их фактически для себя, потому что это не хватало час для ловли леща платвы, и сейчас это просто убойно работает, когда поднимается, частичка насыщается, да, пропитывается, опускается, потом следующее подымается, опять опускается, и получается такой вот столк мути, который постоянно частички играют вверх-вниз, плюс это уносится все, если течение куда-то уходит, да, вниз по течению, оттуда рыба подходит вверх, там, ну, в общем, это вот мы привлекаем этим, да, а удерживаем уже первым составом, поэтому вот вам один из способов, один из вариантов, ну, надо, да, который вот действительно работает, но, естественно, на каждом водоеме свой состав, да, это опять же пишите, я расскажу там более предметно, что, чего и как, значит, если мы берем, допустим, землю, кротовин, полевую землю, то есть легкий грунт, как правило, черный, то есть мы можем им, во-первых, а, это затемнить, это, как правило, это все-таки осенний вариант, то есть затемнить прикормку под цвет дна, сделать еще как-то, второе, это доставка того же компонента питательного, да, и мы можем сделать этим грунтом очень здорово смесь, шар кормовой, либо в кормушке, чтобы это грунт был, для того, чтобы он был или бы долго распадался, либо медленно, допустим, вы ее ловите на малой глубине, где рыба очень пугается очередных докормов, то есть, может быть, кто-то встречался, я думаю, там, допустим, закормили, рыбка подошла, там, половили чуть-чуть, там, ну, на фидер, на мах, неважно, потом клев пропадает, ну, там, или чуть-чуть снижается немножечко, но рыба есть, вы закармливаете, и все уходит вообще минут на 20, потом постепенно, как будто вы с нуля это начинаете, то есть, это ошибка в докорме, то есть, в такой ситуации нужно делать именно два вида прикормки, которая работает шикарно, либо, да, первый вариант, два вида прикормки, второй вариант, это малые шары, третий вариант, это мы меняем частоту докорма, мы приучаем рыбу к постоянному докорму, то есть, мы берем шарики с грецкий орешек, а то чуть и не, там, чуть больше фундука, и кидаем их, их постоянно, и тогда рыба перестает бояться, и она постоянно, она не уходит с точки, но бывает так, что она и боится, допустим, карась, он, как бы, это известная привереда, и, скажем так, досконально изучить повадки карася, наверное, не удалось никому, поэтому я просто методом тыка беру, закармливаю две-три точки, и на каждой точке делаю разную технику, темп за корма, исходя из этого, уже понимаю, что вот на этом водоеме, вот, карась предпочитает вот именно такой вот темп, для того, чтобы не уходил, потому что есть такие водоемы, где карась, наверное, тоже многие знают, не клюет с прикормкой вообще, то есть, вы его кормите, он уходит, и он боится, и его вообще нет, а вот кто там рядом, мужичок какой-нибудь сидит, там с червяком, и с дубовой, и с ореховой удочкой, и там раз в полчаса карась хорошего вытаскивает, то есть, вот в таких ситуациях мы должны максимально все-таки набрать себе очков, да, половить побольше рыбки, и вот в этой ситуации как раз подходит за корм, вот на этих водоемах, да, вот где я сказал, попробуйте покормить ароматизированным грунтом, даже летом без всего, такой хороший, аккуратненький закорм, он там долго будет пахнуть, лежать в этом мылу, да, ваши шары постепенно, медленно распадаться, а после этого вы сверху аккуратненько, буквально вот раз, наверное, в полчаса кладете с грецкий орех супер питательной прикормки, хорошего качества, желательно с живым компонентом, мотыль, опарыш, ну, надо посмотреть, что будет работать на этом водоеме, и вот в этой ситуации у вас карась подойдет, и вы увидите, что вот действительно будет практически стоять на прикормке. Друзья, ну вот как я и говорил, голопом по Европам, да, вот по вершинкам прошлись, по верхам, пожалуйста, напишите вопросы, вот прям конкретные в такой ситуации, что делать, да, и кому интересно, я с листом сяду на следующем видео, и по каждому вопросу прям подробно вам расскажу свои советы. Обязательно подписывайтесь на социальные сети моего магазина Multifish.ru, это ВКонтакте, Телеграм и Ютуб канал, это обязательно, обязательно для чего? Для получения бесплатных запасных частей в период действия акции, также бесплатная, бессрочная гарантия на все удилища, которые вы купили у нас в магазине, таких, в общем-то, условий не дает никто из магазинов существующих, да, только мы. Уже много людей получили бесплатно запасные части, которые у нас покупали, это и спиннинги MajorCraft, Zetrix и FeederRust, те же спиннинги Dive, и FeederConcept, Salma, огромное количество, то есть люди довольны, пишут, ну, скажем так, благодарственные отзывы, можете посмотреть это и на Ютубе, и в соцсетях, в общем, для этого вы должны купить удилище у нас, для того, чтобы быть обеспеченным в период действия акции с запасной частью, и, соответственно, быть подписанным на три соцсети хотя бы, да, желательно еще и на Facebook, Instagram и Routube. В общем, пишите вопросы, я жду, отвечу, всего вам доброго, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok